42-й год, апрель. Жуткие были там бои, и они в госпитале для раненых. Она пела просто эту старую песню «Синий платочек». Песня, ее сначала чуть ли не народной считали. Она исполнялась много-много до войны. Она такая, ну, шлягер был такой, ежепетербургский, был такой хороший композитор Славогальцкого. Она пела эту песню со старыми словами, а Максимова Михаила Александровича, который был тогда корреспондентом фронтовой газеты, она попросила его после концерта, вы можете написать новые слова? И он за несколько дней написал новые слова. И эта песня 9 апреля, она впервые была исполнена. И песня зажила своей жизнью, отдельной жизнью. Врачи, пулеметчик, за синий платочек, было на плечах дорогие. И у нее спрашивали, почему такая была невероятная популярность? С одной стороны была песня «Вставай, страна огромная, с такими коваными, выбитыми, в бронзе словами». И такая лирика «Землянка листовая» или там «Спят курганы темные». Когда вокруг кровь, разрушение, утраты невероятные. А человеческая сущность вот тянулась, наверное, к тоске по этой мирной жизни. А может быть, даже к надежде, что она вернется и все будет хорошо. Вот мы потом приехали в Москву, я еще долго бегал. Есть такая организация, ВАП, Всесоюзная, агентство авторских прав. И все их умолял, ну, хоть какой-то гонорар выплатите Максиму. Столько песней-то исполняется. У него не было ни авторских прав, ничего на него. По-моему, удалось. Но, к сожалению, он после этого недолго прожил. Мы-то, понимаете, могли написать все, что угодно. Но отвечать за это мог только один человек, это Юрий Петрович Воронов, главный редактор. И вот ему сохранить это достоинство свое человеческое, сохранить там уважение, ответственность, и в то же время тебя сохранить, тебя не прогнали. И все взять на себя, это вообще особо были люди. В июле 1965 года в газете появился разгромный материал о рабских условиях труда моряков-китобоев. Мы же в Комсомольской правде втягивались, наверное, в такие истории, которые обсуждало Политбюро. Вот представительство Брежнева, кстати. Обсуждались там, ну, знаменитая история с китобойной флотилией Слава. Из статьи Аркадия Сахнина в рейсе и после. За время плавания случалось немало трагедий. Многих заболевших, утративших работоспособность моряков, на попутных судах отправляли домой. А тела погибших замораживали и по завершении промыслового рейса отправляли в Одесский порт. Потом из трюмов-холодильников выносили гробы. Эта статья обсуждалась на Политбюро, и всех очень сильно наказали. Это соляника знаменитого, который командовал Флотилий Слава, убрали и так далее. Но, видно, сильно запомнили это Юрий Петрович Воронов, главный редактор. Был потихонечку с этого места убран. Был послан на унизительную работу с Абкором в Германию, где он ненавидел этот язык. Где для него это было все очень тяжело. Эти воспоминания его убивали. Можно считать, что это было изгнание. Вот так с ним расправились. И он там проработал очень-очень много лет. До тех пор, пока не пришел к руководству партии Михаил Сергеевич Горбачев. И он его оттуда вытащил. Из правды назначил заведующим отделом культуры ЦК КПСС. 19 декабря 1976 года на экраны страны вышел фильм «Повесть о коммунистах». Этот фильм, честно говоря, дорого мне обошелся. Я не скрою, очень меня в свое время ругали. На самом деле история-то очень простая. У Леонида Ильича исполнялось 70 лет. И решили, его друзья, никакие не ЦК, ничего, просто его товарищи даже фронтовые больше, решили ему сделать такой фильм, где он бы себя увидел и молодым, и таким, собрать все, что есть. Ну и решили сделать это практически в одном экземпляре, чтобы он где-то посмотрел. Эту идею начали осуществлять на ЦСДФ. Очень хорошие, замечательные, Кочетково-Бессарабов режиссеры. Как такового сценария не было. Я приехал к ним на студию. Честно говоря, я не был новичком, потому что у меня уже было там 10-12 фильмов. Мы начали смотреть хронику. И решили сделать, ну, такое, у меня есть лирическое повествование. Не в тиши кабинета разрабатывались планы освоения этих краев. Знать все нужды добровольцев. Вовремя помочь. Подбодрить. Вот с чего начинался и чем кончался рабочий день товарища Брежнева. Вот текст, текст действительно надо было написать. Слега Петровича не заметил, но это очень довольно быстро сделали все. Стало просто, кто, собственно, будет озвучивать. Пригласили Иннокентия Ивановского. Посмотрел материал, уже весь смонтированный почти. Он говорит, мне понравилось, я это все сделал. Там было много стихов там всяких там. Ну, их потом сократили немножко. Сколько ж мы годов перестрадали, сколько мы намучились, Пока ручейки улыбок побежали сквозь тайгу, сквозь души, сквозь века. Мы это смонтировали и послали юбиляру. А дальше этот фильм начал жить самостоятельной жизнью. Видно, его посмотрели еще кто-то. И решили делать премьеры, решили делать такие мощные показы по всей стране. Огромный тираж этого фильма вышел. Я, конечно, тоже не ожидал, что так будет. Но потом к нам еще вручили Ленинские премии за это. Мы гуляли с женой по центру города, жили мы так скромно довольно, в общей квартире. И она говорит, а где же на часть? Жена, говорит, пришла на эту ЗЭТ-фель? Я говорю, наверное. Приходим, тогда в этом центре телеграфии, такая сберкасса была, такая, знаете, чуть ли не веб-сберкасса, там мало людей было. Ну, подходим, я туда протягиваю свой документ какой-то, говорю, вот там ничего не пришло, там ходим. Говорит, да, смотрите, вот такие деньги. Да, это вы, ну, и Волгу мог купить. Но жена мне говорит, знаешь, мы как-то проживем без этих денег, давай отправим их в детский фонд имени Ленина. Ну, она считала, что финансовая благодарность, она излишняя. Я с ней согласился. Начали разбираться, кто там был, кто воспевал, там, застой и так далее. Они, естественно, дошли до меня, я прочитал статью даже где-то, сказал, вот он еще Ленинского премия, обогатился на этом. Ко мне даже приходил какой-то человек, почему-то из каких-то правоохранительных органов, я работал тогда главным редактором «Нового времени». И очень дознавался, сколько это денег, как там, что, где они делятся. Я сказал, что да я, собственно, до них где-то трагивался, я их отправил там туда-то. Он говорит, а чек у вас есть? Я говорю, да, наверное, нет, ну не знаю. А выяснил, что жена его сохранила. Я его принес и отдал. Смотрел, говорит, вы знаете, возьмите его в рамку, поставьте где-нибудь, это всегда будет украшение вашего дома. Я так и сделал. В 1978 году журналист Виталий Игнатенко назначен первым заместителем заведующего отделом международной информации ЦК КПСС. Я работал в ЦК, конечно, это особый период в моей жизни, это невероятная ответственность. Совсем молодого человека взяли на очень большой пост. В ЦК КПСС в то время, конечно, работала очень интересная, замечательная, прекрасно образованная команда политиков, которые прошли прекрасную школу, прежде всего, Анатолий Сергеевич Черняев, Валентин Михайлович Фалин, Георгий Хасрович Шахназаров, заведующим отделом социалистической страны, работал Юрий Владимирович Андропов. Все люди, которые носили вот такую, можно сказать, очень серьезную лепту в демократизации партии. Вот тут же Леонар Шахченников пришел в ЦК КПСС еще при Сталине и ушел из ЦК КПСС, когда заколачивали двери. Он таганке помогал, с Высоцким, он не просто помогал прийти похлопать по плечу, я там с тобой. Он это ходил к самым высоким, его все принимали, его первые секретари, генеральные секретари. Он был вот как бы с совестью такой, понимали, что Леонар Шахченников просто так не пойдет. Кстати, выход фильма Андрея Рублевна и его заслуга. Это были действительно, если можно так говорить, бойцы, настоящие бойцы, но не партия, а в партии. Они как раз и двигали, я считаю, прогресс нашей страны. Они были вот в самых, можно сказать, передовых, на самых передовых рубежах перестроечных процессов всех. И когда мы эти процессы уже набрали такой ход большой, очень многие оказались, может быть, даже на обочине всех этих процессов. Они незаслуженно были обижены, незаслуженно забыты. Леонар Шахченников остался просто на улице. Он мне позвонил, я работал уже в ТАСЕ, он позвонил мне и сказал, что я вот здесь вот хожу, гуляю. Ну, я говорю, заходи, Левочка. И он вошел, значит, сюда. И вдруг я узнаю, что он вообще без работы. Я говорю, Левочка, приходи, вот, пожалуйста, садись, вот тебе кабинет, работай. Говорю, ну, кто-то там, чего-то, врагов-то всегда хватало. Должил руководству, так сказать, молодой России, что у меня вот такие люди здесь появились. Ну, и мне позвонил один из больших людей, сказал, вы что там, опять филиал ЦК КПСС устраиваете? Ну, я понимаю, горячие. Вот хотелось расстаться с прошлым, вот прямо сейчас, и минуту забыть этот Советский Союз, вот все закопать. Мы уже очень горячие были, не понимали, к чему это может привести. А мы, например, взяли весь учебный центр ЦК КПСС, взяли их к себе. Эти женщины молодые, учителя, эти преподаватели редких языков, чем они могли провиниться? Скольких людей они подготовили для работы за границей, я даже не знаю, это не перечесть. Десятки моих товарищей корреспондентов выучились у них. Они могут поставить язык за год, блестяще поставить язык любому человеку. В 1990 году Виталий Гнатенко назначен помощником, а затем руководителем пресс-службы президента СССР Михаила Горбачева. Я работал в журнале «Новое время» главным редактором. Мы делали очень хороший журнал в то время, просто замечательный журнал, такой перестроечный, острый, хороший. И вдруг мне позвонили из Крыма Анатолий Сергеевич Черняев. Анатолий Черняев – помощник генерального секретаря ЦК КПСС, затем президента СССР по международным делам. Попросил приехать Михаила Сергеевича Горбачева в Крым. И до сих пор я помню эту минуту, когда открылась калиточка. Я вошел, около калиточка стоял Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна. Они меня встречали, вот как, знаете, дорогих гостей там на даче встречают, вот, около калитки. Я так был удивлен и растроган, и видно было, что между ними такое большое чувство, они так держали друг друга за руки. Михаил Сергеевич спросил, ты ужинался? Я сказал, да, хотя я не ужинал. Он говорит, я знаю, что не ужинал, давай садись. И второе, было потрясение, что никто за нами не ухаживал, никого не было. Сама Раиса Максимовна пошла что-то приготовила, сама скромная такая снеть, чай. Михаил Сергеевич сидел напротив и сразу мне предложил стать его помощником. Я был не только там как-то немножко смущен, но, честно говоря, у меня были по жизни другие совершенно планы. Я хотел уйти от политической, так сказать, такой стези в своей жизни. Видно, это почувствовал Михаил Сергеевич. И он добавил еще одну фразу, которая все решила. Сказал, ты мне очень нужен. Ну, я, значит, согласился. Ну, я приехал в Москву и сразу меня быстро оформили. Наша пресс-служба была очень небольшая, пять человек все равно. Это был старый Новый год. Мы с семьей были в Доме кино. Был совершенно замечательный центр культуры, демократического общества. Центр был политической такой жизни. И пришел Борис Николаевич Ельцин, тоже с семьей. Все было очень-очень хорошо. И вдруг нам сказали, что вот во время практически новогоднего этого застолья, что вот такое происходит. Ночью 13 января 1991 года в Вильнюсе при штурме телевизионной башни советскими войсками погибли 13 человек. И как минимум 140 были ранены. Я помню, мы с Ультрой тоже спустились на Первый. В общем, обсуждать эту ситуацию уже не до встречи Старого Нового года. И Борис Николаевич спустился к нам. И он был тоже очень раздосадован. Он видел, что я присутствую. И он все время говорил, да как же так? Его это невероятно, в общем, возмущало, напрягало. Как же так? Почему-то он на меня смотрел. Я разводил руками. Я действительно ничего не знаю. Даже не предполагаю, что так может. Мы приехали, по-моему, тогда ночью. Все приехали. Анатолий Сергеевич Черняев, Ильяковлев. Ваш покорный слуга Примаков. По-моему, Шахназаров. Надо было что-то делать. Буквально утром принимать решение. Мы очень резко на это прореагировали. И считали, что Михаил Сергеевич должен так же остро на это прореагировать. И всех виновных в этом деле он должен был немедленно призвать в порядок. Но утром мы поняли, что событие будет развиваться по самому обычному сценарию. Постарается это заболтать, заговорить, успокоить и так далее. И я впервые решил больше не работать там. И у меня было настроение уйти. И я даже поделился с этим настроением, черняю. Сказал, что я уйду. Я работать так и не буду. Ну, мудрый Анатолий Сергеевич сказал, что я тебя понимаю во всем. Но Михаил Сергеевич сейчас оставлять нельзя. Нельзя. Останься и продолжай работать. И мы, так сказать, надеемся еще, исправим это вот. Вместе исправим все это положение. Ну, и я остался. Президент страны Михаил Горбачев заявил, что он ничего не знал об акции вооруженных сил СССР в Вильнюсе. Не знал, точно, точно он не знал. Я могу это... Понимаете, если бы он знал, кто-то из нас бы обязательно бы это знал. Ну, поскольку вот один стол и все мы были просто шокированы этим, вот, то это лишнее доказательство. Хотя это доказывать не надо. Я говорю, что я верю во все. Он не знал. Это все сделано было мимо него и вопреки его мнению, и вопреки его желаниям. 19 августа 1991 года Государственный комитет по чрезвычайному положению ГКЧП объявил о переподчинении местной власти военным комендантам, обведение чрезвычайного положения в стране и жесткой цензуры в СМИ. В 91-м году в августе был готов союзный договор, все были рады, счастливы, что удалось это все сделать. Михаил Сергеевич всем дал отпуск, небольшой, на неделе полторы, и все мы уехали. Я поехал к себе в Сочи, вот, и рано утром меня разбудил мой сначала сочинский товарищ, и он говорит, включи телевизор, посмотри, что творится. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР, вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей президента. Как заболел, что зовут, ничего не могу понять. Меня позвонил Егор Яковлев, мы очень дружили с ним, он мне позвонил и все рассказал, что произошло. Я кинулся в санаторий Сочи, это второе место после администрации города, мэрии, где есть ВЧ, ВЧ, ВЧ-связь, правительственная закрытая связь. Я попросил, чтобы меня соединить Михаил Сергеевич. Ну, он, значит, с ним нет связи. Я, Анатолий Сергеевич Чернеев, нет связи. Шок Назаров, нет связи. Яковлев, нет связи. Примаков, я знаю, что они где-то там вместе. Нет связи. Значит, кинулся в аэропорт, выяснилось, что ни билетов, ничего нет. Поэтому, ну, это, конечно, для меня, для помощника президента, для сочинца, которого все знают, нет билета в Москву. И меня выручил заместитель мэра города Борис Магомедович Баликой. Он посадил меня в свою машину, мы сделали вид, что я еду на теннис, я с ракеткой, со всем, он одежду заранее там положил, летнюю какую. Они поехали в аэропорт. Покружили. Ну, наверное, если кто-то за мной смотрел, то, наверное, поняли, что я не поехал на теннис играть. А мы помчались в аэропорт. И девушки из депутатского зала втащили в самолет, открытым текстом сказали летчикам, что я такой-то, такой-то. Они посмотрели, узнали меня. Меня посадили в туалет. Закрыли. Там так уютно. Я сидел. Там рвались ко мне. Потом я вышел. И вот я так долетел до Москвы и помчался домой. И внизу дежурная по этажу мне сказали, что тут приходили, спрашивали, где вы, что вы, какие-то люди. Саша Пункянский, главный редактор «Нового времени», он говорит, приезжай в «Новое время», там мы все собрались. Потом мы поехали к Аркадию Ивановичу Вольскому, провели свою пресс-конференцию. Аркадий Ивольский, народный депутат СССР, президент Российского Союза промышленников и предпринимателей. Заявление, якобы об имеющей место болезни Михаила Сергеевича Горбачева и его недееспособности на тот момент является вымыслом. Мы знали, что с Михаилом Сергеевичем ничего плохого не случилось, хотя нас уверяли, что он заболел. На пресс-конференции 21 августа политики, отказавшиеся поддержать ГКЧП, призвали ЦК КПСС осудить переворот, а членов Совета Безопасности взять на себя ответственность за действия, направленные на преодоление кризиса и установление законной власти. Когда Михаил Сергеевич прилетел, на следующее утро мы собрались все у него там в Кремле, и он дал нам вот эту запись, кассету, и спросил у меня, кому мы дадим, чтобы это по телевизору прошло. Я говорю, надо дать взглядов. А у него со взглядовцами были напряженные отношения. Он даже сказал, что вот, когда у вас взгляды поменяются, я готов буду с вами. Там было чисто такое непонимание их стилистики, их максимализма и так далее. То, что Михаил Сергеевич сразу согласился на взгляд, это для меня-то очень много сказало, что он для себя тоже какие-то сделал очень большие серьезные выводы в жизни. Он сказал, да, наверное, взгляд это будет правильно. И мы отдали взгляд. Это уникальная пленка. Было четыре возможности. Увезет доктор, увезет Анатолий Сергеевич. Один вот сохранится так, как вот у меня, у зятя Анатолия, у зятя Анатолия Сергеевича. И четвертый должен как-то перейти к нам через Грецию. Хочу, чтобы вы услышали народные депутаты СССР. Семь Верховного Совета СССР. Советская и науна и общественность. Допущие совершенно грубые обманы народа. У меня есть дочь. Она умерла. У нее отняли семью. Воспоминания. Будущее. Пять лет в коме и погибнуть в пожаре. Бедная моя девочка. Мы вообще-то убивать ее ехали, когда она сгорела. Я не думаю, что я еще когда-нибудь тебя увижу. Она вернулась, чтобы вернуть свою жизнь. Да, я ошиблась. А еще мужем. А еще подругой. Говорите, вас никто не узнает? Интересно. Ну, я же.